За 15 лет своего существования программа «Добро пожаловаться» впервые сталкивается с галактическими пришельцами. Обычно приходится общаться с земными проходимцами. Герой этого сюжета утверждает, что он контактер, и что все неземное ему не чуждо. Кира Карлович изо всех сил пыталась рассмотреть космос. Увы, не всегда жизнь складывается так, как хотелось бы. А осень со второй своей половины и вовсе располагает к унынью. В итоге одни жалуются на буйных соседей, другие – на бардак в работе коммунальных служб, а третьи – на непонимание окружающих. Непонятым оказался и наш герой, минчанин Александр Подрезанов. Я видел только яркий свет и больше ничего, и никаких маневров. Причем один яркий свет. На фотографии на первой он летит горизонтально, а второй НЛО ниже, он появился буквально через 2 секунды, и он уже уходил вот в эту черную дыру. Инженер радиосвязи и радиовещания Александр Семенович утверждает, что с НЛО имел дело неоднократно. Впервые он столкнулся с межгалактическими гостями 30 лет назад, когда с друзьями пошел в лес за клюквой. Для многих – развесистый. Кстати, это выражение пришло в русский язык 106 лет назад, когда в одном из театров Санкт-Петербурга была поставлена пьеса, пародирующая представление иностранцев о России. В одной из сцен героиня пьесы сидела под развесистыми сучьями столетней клюквы. С тех пор все неправдоподобные фантастические описания русской жизни называют развесистой клюквой. Но Александр свою историю фантастической не считает. Мы увидели светящийся предмет размером с фару автомобильную, который двигался снизу вверх. Подлетал типа плазмоида ко мне, но вполне осознанно. Мой товарищ даже попросил у него закурить. Я хотел дотронуться до нее, но получил сигнал, что этого делать нельзя, что получу по лицу. Типа вот почувствовал, что я буду избит. И товарищ, который со мной встал, тоже это почувствовал, закричал, не трогая. Он схватил меня и подъемку увлек от этого предмета. В тот раз искателям клюквы помешал рассвет, в котором растворился так называемый плазмоид. Но спустя треть века, вооружившись опытом и мобильным телефоном со встроенной камерой, Александр Семенович вновь встретил инопланетных гостей. Я встречал жену на станции. Подошел в поезд, электричка с другой стороны, постояла и ушла. Когда она ушла, я увидел светящийся предмет. Думал, что это лампочка. Повесили лампочку между двумя столбами, высоковольтами, повесили эту лампочку. Но потом она начала двигаться. Тогда я понял, что это очередной НЛО. Я побежал, подбежал, чтобы столб у меня первый осветительный был сзади. И начал снимать. Снимки, сделанные во мраке Мариной горки, отличаются присутствием в небе двух странных объектов зеленого цвета. Александр Семенович утверждает, что это НЛО. С его слов залетающий и влетающий в портал. Темное облако, изображенное в пространстве. Проверить гипотезу мы доверили главному в Беларуси исследователю аномальных явлений – Илье Бутову. Скорее всего, было заснято нечто светящееся, ну, например, фонарик. Или же, возможно, китайский фонарик. Либо какой-то другой источник света, который из-за того, что камера двигалась, ее держали в руках, он немножко смазался и размазался. А вот нижний объект, который представлен на фотографиях, скорее всего, является бликом или артефактом самого телефона. Он совершенно находится в одинаковом положении, хотя камера двигается. В этом случае мы довольно скептически относимся к этому наблюдению. А между тем, как утверждают уфологи, в соседней Польше не раз случались встречи, которые заставляют насторожиться. Так, в 2015 году над трассой С-8 был замечен объект в виде большого диска. А годом раньше в сглобине видели странные светящиеся шары. Но Илья Бутов утверждает, в 95% случаев наблюдения аномального имеют вполне земное объяснение. В тех 5% остается довольно много любопытных, интересных случаев. Некоторые случаи наблюдают большим количеством людей. И бывают даже посадки этих объектов на кучу, и после них остаются следы. Ну, например, это было в деревне Оброво в том году. Тогда, конечно, изучать приходится более углубленно, с помощью определенных приборов и так далее. Ну, еще раз повторю, что таких случаев немного, но они все-таки бывают. Я считаю, что люди должны понимать, что за нами осуществляется контроль. И думаю, это надо воспринимать без паники. Над нами, над планетой, возможно, они и спасают где-то наше человечество от проблем. Александр Семенович, несмотря на непонимание со стороны окружающих, чудаком себя не считает. Держит фотокамеру на готове и продолжает верить, что однажды встретит настоящий НЛО. Ведь 5% из 100 – это неплохой шанс для встречи с мечтой. Из всей этой космической истории лично я для себя сделал следующий вывод. Безуспешные поиски НЛО доказывают, что с такими чудаками, как мы, никто не хочет связываться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова